4 по величине континент на земле южная америка каждая страна на этом континенте интересно и таинственно таинственно на этой земле все даже вода амазонка одна из самых известных рек во всем мире одна из самых опасных и загадочных амазонка удивительно хотя бы тем что ее водах и притоках можно встретить не только опасных для жизни человека хищников но и ангелов именно так называют в англоязычных странах скалярий рыбы ангелы история скалярий начинается с 1823 года немецким исследователем фердинандом шульцем была написана первая статья про этих рыб и опубликована его учителем мартином линхенштейном но жульц не был открывателем этих рыб первый экземпляр был добыт маркусом блохом в темных водах нижнего течения амазонки немного позже через семь лет а это уже 1831 год в мире появилось еще одно описание скалярий но на этот раз описал ее француз барон джордж леопольд конечно изучая этих рыб была путаница менялась окончания из-за латинских правил описания но в 1903 году жак пелигрен описал высокотелую скалярию на первый взгляд все та же скалярия но ее размеры были больше выловлено в реке от опаба приток оренока назвали альтум кстати говоря от латинского слова альтус высокий название прижилось и дошло до наших дней вообще говоря названиях рыб нужно понимать что чаще всего рыбки и скалярии не исключение имеют как минимум два названия одно научное второе коммерческое коммерческие названия рыб могут меняться в зависимости от страны в которой продается так примеру первых живых скалярий привезенных в германию назвали рыбка лист французы именовали скалярий иначе король тропического аквариума а в нашей стране первое название этих рыб рыбка полумесяц так их назвал николай федорович золотницкий один из основоположников русского аквариумистического движения а также международной аквариумистики вот как он описал эту рыбку самая оригинальная из всех рыб после телескопа и воли хвоста это наиболее выдающаяся новинка наших аквариумов за последнее время восторгался золотницкий принадлежит к семейству цихлит и встречается в амазонской реке близ манауса и в некоторых ее притоках особенно в рио негра окраска тела птерофиллума не блестящая но не обычно оригинальная по серо-серебристому фону и тут 7 черных поперечных полос из которых одна очень широкая проходит через все тело спиной и задний проходной плавник и одна более тонкая через голову и глаз но самое оригинальное в этой рыбе это форма ее тела образующая как это видно на рисунке рот прямоугольного треугольника или серпа луны рыбка это очень изящная грациозная кокетливая повертываясь и расширяяя свои плавники она как бы любуется сама собой как бы старается обратить на себя внимание и действительно движение выходят так красивы так грациозны что невольно на нее засматриваешься однако при всем изяществе рыба это довольно сварливо и не прочь подраться однако все эти названия не прижились в странах снг их называют просто скалярии в англоязычных странах скалярии называют ангельская рыбка или просто ангел исходя из того что плавники скалярии похожи на крылья ангела а в германии это рыба парус привести живую партию скалярий в европу долгое время не получалось не хватало опыта содержания оборудования да и сама транспортировка занимала уйму времени рыбки погибали из-за большого количества неудачных попыток разница и точный год появление живых скалярий в европе по одним источником это 1909 по другим 1911 год естественно стать обладателем столь еще редкой и необычной рыбки могли далеко не все однако уже в 1912 году наш соотечественник купил скалярий стоимость за штуку обошлось 400 немецких марок в сентябре 1913 года четыре экземпляра привез петроградский любитель зорин так скалярии появились в нашей стране естественно мало быть обладателем диковинной рыбы каждый кто имел скалярий пытался научиться их разводить на ближайшие годы это было для всех энтузиастов задачей номер один можно сказать это было делом чести в 1914 году иозеф квант житель германии сделал это стал первым кому удалось получить потомство от пары скалярий уже на следующий год появились мальки скалярий и в сша но своими секретами разведения никто не делился бизнес и ничего личного нужно сказать что получить икру получалось у многих но она покрывалась грибком белела тем не менее с каждым годом скалярий становилось все больше все чаще появлялись удачные попытки разведения что касается нашей страны удачное разведение получилось только в 1928 году смирновым но пожалуй самое интересное то что этот нерест был совершенно случайным семья смирновых уехала в театр где пробыли допоздна скалярии дома остались без присмотра так называемая грелка которая поддерживала необходимую для жизни скалярий температуру воды в аквариуме сильно разогрелась и температура поднялась до 32 градусов по возвращению из театра смирновых ждал сюрприз а именно на их глазах происходил первый нерест скалярий в россии если говорить о массовом разведении скалярий в россии то многие отмечают 1948 год через три года после окончания великой отечественной войны на базе московского зоопарка находилась рыборазводня под руководством молчанова он и его команда довели методы разведения скалярий до совершенства с каждым годом популярность скалярий росла а цена на некогда дорогую рыбку падала информация о том как разводить скалярий стала общедоступной следующим шагом стала селекция профессиональные аквариумисты пытались выводить свои необычные цвета и формы кстати говоря это получалось и довольно таки легко и просто первыми были немцы и соединенные штаты америки в 1956 году на нашей планете появилась вуалевая скалярия отличалась от своих сородичей длинными плавниками но стала более медленной и вальяжной чуть позже в сша вывели черных скалярий сегодня сложно назвать точную цифру искусственно выведенных скалярий так как в нашей стране и многих других странах сложно найти чистую линию перекрестились все виды и это сильно подорвало иммунную систему этих замечательных рыб сегодня в продаже встречаются даже генно-модифицированные неестественно яркие скалярии которые у одних вызывают отвращение а у других удивление сегодня лидером в поставках так сказать неправильных ненастоящих скалярий являются страны азии оптовые поставщики редкостью являются поставщики диких скалярий выловленных в живой природе но настоящим ценителем настоящим аквариумистом под силу их найти даже в россии интерес к природным формам всегда был и остается неизменным неизменным отмечу что их теологи до сих пор спорят о научных названиях скалярий с названиями вообще путаница и неразбериха кстати говоря многие путают слова рот вид и порода в чем тут разница когда говорят про рот имеется ввиду что у этих рыб один предок дальше они разбиваются на виды вид это основная структурная единица биологической систематики живых организмов а вот полученные от селекционеров разные формы плавников или необычный окрас который закрепился называют породой обратите внимание на экран сейчас перед вами виды скалярии altum отличаются крупным телом размах анального и спинного плавника достигает 40 сантиметров обычная скалярия та самая которая чаще других видов встречается в продаже в зоомагазинах и аквасалонах скалярия леопольда самые маленькие представители рода взрослые особи достигают длину около 5 сантиметров найти таких в продаже большая редкость целый я